По Римах, то домик Петра, он спас из увести Северной Двины, где он был построен в 1702 году для Петра, он там два летних месяца, кстати, прожил. Да, он наблюдал за постройкой Новодвинской крепости, и вот домик потом уже был перенесён в саму крепость, его там несколько раз перестраивали, а в 1877 году этот домик оказался в Архангельске. Собственно, ветшал, да, и могли бы мы его потерять, а Барановский перенёс его в 1934 году в Коломенское. А там интересный ведь сюжет тоже очень петровский, что этот домик рубили русские плотники и голландские корабельные мастера, они специально его строили, и вот кажется, что как будто в нём в этих брёвнах запечатлено петровское время. И, кстати, в синях домика, когда вы туда внутрь зайдёте, то вы можете увидеть гвоздь, обозначающий меру роста Петра I, 2 метра, по нынешней категории, 2 метра 4 сантиметра, вот какой был высокий Пётр. Кстати, это важная деталь, поскольку в других домиках разных, где были оборудованы спальные места для Петра, там указывают экскурсоводы, что Пётр не мог спокойно распластаться, что называется, он практически полусидя спал, потому что не было таких для него, для царя, для императора возможностей поспать вдоволь с его ростом. Он ещё любил носить каблуки, небольшой парик, это тоже прибавляло к его росту 6 сантиметров, поэтому многие его современники говорили о том, что у него рост 2 метра 10 сантиметров. Если домик Петра – это такая известная достопримечательность Коломенского, то вот голландский домик Петра I, он был открыт для посетителей совсем недавно, 22 апреля, точная копия постройки, в которой Пётр прожил 8 дней 1697 года, находясь в Голландии, в небольшом городке недалеко от Амстердама. Но это вот напоминание о том, что ещё совсем недавно, в общем-то, в Голландии, вопреки современному такому политическому её дискурсу, совсем другое было отношение. Ну, во всяком случае, в тех кругах, именно культурных учреждениях, музейных, может быть, даже в королевской семье отчасти, потому что королевская семья голландская этим домиком очень так хлопотно занималась в 19 веке, имеется в виду его подлинным домом, который находился в Нидерландах. И, в общем-то, не без участия королевской семьи, правящего двора, королевы Беатрикс тогдашней, вот эта идея подарить России копию, домик, она была реализована, кажется, совсем недавно, а теперь то, что мы слышим из Голландии, о нас, о нашей стране, и в том числе и о русской культуре, это совсем другой, казалось бы, другой мир. А вот тогда, почти 10 лет назад, такой был сделан подарок. Кстати, его рубили тоже русские и голландцы, причём военные наши русские солдаты, и голландские военнослужащие вот его вырубили и привезли в Россию, и здесь установили. И надо вообще сказать, что, вот ещё раз повторимся, что и домик Петра тот в Северодвинске, архангельские и голландские, они интересны ещё и интерьерами. Так что не поленитесь в них зайти и посмотреть, что там внутри. Насчёт голландского дома, что меня поразило, когда я там была, вообще за 19 века, вот в том музее в Голландии, там находились книги, куда путешественники записывали свои имена, и со временем появилась такая традиция оставлять автографы на стенах и окнах домика. И вот там даже рассказывают, что среди автографов были автограф Наполеона, он, к сожалению, не сохранился, автограф Александра Первого и Василия Жуковского. Так вот, сейчас на окнах воспроизведены вот эти вот копии автографов подлинного дома в Голландии. Да, и вот эти деревянные вообще объекты, которые здесь расположены, их много здесь, многие действительно спасены, ещё обратим внимание. Конечно, когда вы будете гулять по Коломенскому, вы заметите их, но тем не менее, чтобы вот исторический контекст подчеркнуть, это, конечно, башня Братского острога 1659 года, тоже сбережённая, с реки Ангары. Вот, может быть, это что-то связанное с Братской ГЭС, как-то затапливалось. И вот привезли из Сибири этот острог, фактически его элемент точнее, и здесь в Коломенском установили. Но мне лично очень интересно Медоварня. Медоварня тоже напоминание, реплика о Петровском детстве, потому что она была, конечно, поздняя, она была установлена уже в Никольском единоверческом монастыре. Но где? В Преображенском, то есть в том краю, в том тоже загородном поселении царском, где Пётр очень много времени в детстве проводил, где не только в детстве, а и в последующем часто приезжал в Преображенское и спасался там. В общем, это было его родное место. И вот там, когда возник Никольский единоверщик и монастырь, тоже век XIX, там складывалась такая жизнь. Ну, напомним очень кратко, что такое единоверие, да, это такой компромисс между старобрячеством и господствующей церковью. Так вот, при монастыре была медоварня. И это сооружение, когда монастырь в 1920-е годы при большевиках закрыли, тоже спасли вот этот вот элемент, небольшой вроде бы, но теперь очень ценный, и перевезли в Коломенское, и здесь собрали. Но я ещё хочу сказать, что вот та выставка, которую мы озвучили, она находится во дворце царя Алексея Михайловича. Это тоже очень такой значимая постройка, да, и она недавняя, да, мы сразу скажем, что это не тот подлинный дворец Алексея Михайловича, но он вот практически точная копия. Ну, вы помните, конечно, хорошо, когда его открывали, сколько было тоже в Барановскому когда-то. Помню, прекрасно, это было, собственно, недавно, в 2010-й год. Да, как к Барановскому предъявлялись претензии, так и к тем людям, преемникам уже Петра Дмитриевича Барановского, которые занимались дворцом Алексея Михайловича, пытались его воссоздать. Воссоздавали его по гравюрам, по тем описаниям, которые сохранились. У дворца долгая история, он действительно существовал на протяжении почти века в том виде, в котором сейчас он воссоздан. Пётр, кстати, вот тоже развенчивается миф о его нелюбви к Москве. Он посещал дворец своего отца уже после смерти отца, то есть будучи царём. Он даже распорядился сделать каменные фундаменты, укрепить его, и что продлило жизнь дворца. Но, тем не менее, всё-таки уже в Екатерининскую эпоху, а Екатерина, как известно, занималась очень много обустройством дворцов, где почти его время-то своего не проводила. Тем не менее, вот эти дворцовые ансамбли екатерининские, он уже к тому времени, конечно, и обветшал, да и историзма такого не было, даже у просвещенной Екатерины, что это ценность, что это напоминание о ранней романовской истории. Его разобрали, по сути. Екатерина стал строить свой дворец, к которому судьба была неблагосклонная, и его реплика, вот сколько реплик, да, в Коломенском, он сохранился, это павильон. Можно сказать, почти остаток от дворца. Вот там долго и стоит, чтобы не путать наших радиослушателей. Вы сами всё, когда глазами увидите, своё культурное путешествие осуществить, всё станет на свои места. Ну вот, значит, дворец был Алексеем Михайловичем, разобрали, Екатерина построила свой. Екатеринский дворец тоже недолго просуществовал. Александр Первый пытался что-то там, какие-то постройки осуществлять. И, в общем, от дворца, по сути, вот самого последнего остался павильон, подлинный павильон начала XIX века, который тоже можно заметить. А именно дворец деревянный, грандиозный Алексея Михайловича был воссоздан, и теперь он служит музейным пространством. Вот совсем недавно, буквально в середине мая, там закрылась большая выставка, которая называлась «От Авакума до Агафьи». Ну, я думаю, что всем понятно, что речь идёт о старобрячестве, и Агафья – это Агафья Лыкова, которая наша завременница, она так вот на заимке в Сибири продолжает жить и молиться. Так вот, это был большой выставочный проект, который был посвящён старобрячеству, лицам старобрячеству. Там были представлены уникальные, на мой взгляд, портреты старобряческих таких персонажей, как Ковылин, как Викула Морозов, как Гучков, то есть разных эпох. И было очень чётко там определено, чтобы посетители не запутались, что музейная выставочная вся экспозиция находится в хоромах средних и младших дочерей Романовых. Так называется часть этого большого дворца. Там было 270 помещений, в которых было 3000 окон. Можете себе представить? Это действительно вот такой дворец-сказка, терем. Действительно, ты понимаешь, в каких пространствах жил отец Петра I Алексея Михайловича и Пётр. И где Пётр, да, детство своё проводил, бывал здесь. И, собственно, свои потешные войска он там тоже тренировал, насколько я помню. Там же, да, ну, понятно, что это сейчас территория музея-заповедникова, находилось, вернее, древнее село Дьяково. И вот, кстати, я хочу сказать, Марат, что всё своё детство я провела на юге Москвы. Мои две любимые достопримечательности, которые находились недалеко от моего дома, это Царицыно и Коломенское. Вот я помню ещё то Коломенское до его вот такого последнего, да, можно сказать, преображения. Нам-то как раз тогда очень много про Дьяково рассказывали, и даже такую мистическую атмосферу нам представляли о том, что в этих местах и люди пропадали, и НЛО видели. А ведь действительно легенда с этим местом тоже очень много связана. Да, это овраг знаменит, который разделяет Дьяково и Коломенское. Когда вы идёте к храму усекновения главы Иоанна Предтечи, к другому, значит, шедевру, который здесь располагается, то так или иначе через этот овраг путешественники проходят, и вот это мистическое такое место. Ну вот, допустим, из таких легенд, которые рассказывают об этом месте, что в эпоху правления Михаила Фёдоровича, царя в 1621 году, однажды вдруг у ворот Коломенску, когда царь находился на своём таком летнем отдыхе, нарисовались, значит, крымчаки, которые вдруг пришли, крымцы, да, и они были какие-то странные с точки зрения бундирования, одежды, как-то не соответствовали тому, как выглядели войска крымского ханства. Ну и они заявили о том, что они сами не понимают, в каком времени они находятся, вышли-то они под властью Девлетгирея, 1571 год, к Москве пришли. По их словам я читала, что они вроде как на несколько минут оказались в этом овраге, а вышли спустя 50 лет. 50 лет. Такая легенда ходила в Коломенском, якобы, да, вот сам царь или его приближённые удивлялись, как так вот на машине времени перенеслись они. Или что разные люди входили в этот овраг, особенно когда он был туманный, а туманный он часто, потому что здесь река недалеко, и, в общем, в этом тумане они терялись и потом выходили спустя несколько лет. Например, там через 20 лет вышли, мне в этой истории очень позабавила такая характеристика, что, значит, мужики туда вошли в овраг, а вышли, потом дошли всё-таки до своего села и застали своих жён и детей постаревшими. То есть они сами вроде как не постарели, а вот жёны и дети их ждали 20 лет и уже вот состарились, пока их ждали. То есть масса всяких историй. Но сразу скажем всем любителям мистики о том, что существует иррациональное объяснение, трактовки того, почему это место такое энергетически активное и мистическое, что очень многое сюда привнесено было в веке 20-м совсем не народными какими-то мыслями и таким народным знанием, народной памятью, а скорее профессиональными историками и в том числе экскурсоводами, которые занимались изучением Коломенского и археологии, увлеклись темой язычества. И вот в частности камни, которые располагались, такие валуны прямо громадные, которые здесь во враге находятся, они связывали их вот эти исследователи, историки профессиональные с язычеством. А я, кстати, Марат, даже читала такую версию, что когда-то здесь проживало племя Меря, например. Да, и тоже вполне возможно. В общем, это место, вот сколько разных пересечений здесь и сколько разных людей, может быть, в чём-то эту мифологию рукотворно даже создавали. Да, и, кстати, такая версия существует, что в Дьяковской церкви в секновение главы Иоанна Претечи искали когда-то ту самую знаменитую библиотеку Ивана Грозного. Да, и не нашли. И не нашли. Что там какой-то длинный подвал, что чуть ли не большие подземелья там откопали, потом, правда, быстро закопали. Да, ну такой Стелецкий, вот он, да, активный, Игнатий Стелецкий этим активно занимался. Там и не только в храме, но и вот холмы, которые вокруг храма. Вот в этой истории, которой так много, значит, здесь всё пропитано, всё так много об этом говорится, века разные, 16-е, 17-е, когда так оперируют себе свободно, забывается история Дьякова в 20 веке. Совсем недавно, по историческим меркам, буквально там 30 лет назад, здесь было очень интересное, живописное, колоритное московское и подмосковное село, деревня Дьякова. И есть ещё люди, которые жили в этой деревне. Но вот так сложилось, перед Олимпиадой 80-го года начали уничтожать это село, расселять его официально, но, по сути, как-то отнеслись к нему очень нечутко и небережно. И вот теперь очень много здесь остатков этого села в виде садов. Сады до сих пор плодоносят. Да, яблоневые сады. А здесь ведь жили люди, были крепкие избы. Надо вообще сказать, что Коломенское и Дьяково в конце 19-го, начале 20-х веков на рубеже, это были очень богатые зажиточные деревни, которые занимались овощеводством. Сбывали солёные огурцы и капусту в Москву. Собственно, этим промыслом они занимались и раньше, даже там находились такие огромные жбаны, даже бочками их нельзя назвать, колоссальные, в которых заквашивалась капуста. И фактически это были такие торговые люди. Это та мечта Петра Аркадьевича Столыпина, да, о крестьянине, который сам себя может обеспечить. Вот она здесь, около Москвы, когда-то была реализована. И в советское время был как-то огородник, гигант или как-то вот так назывался колхоз. Сейчас осталось что? Вот если идти на карте найти Коломенско-этнографический комплекс, то там есть реплика, опять же, которая всё-таки напоминает о старом селе Коломенском. Это усадьба Гробовых. Это вообще 20-е годы, даже уже раннесоветские. Там есть воспоминания очень печальные. Представитель из этой семьи она рассказала о том, что её отец и дядя, такие трудовые русские крестьяне, они столько сил, можно сказать, у них фамилия говорящая Гробовы, угробили они на этот дом. Но пришла коллективизация, их из этого дома выселили. И, в общем-то, потом часть семьи вернулась и жила она в погребах, где раньше картофель они хранили. Но, тем не менее, всё-таки они в родном селе часть семьи проживали. А потом уже, когда началось вот уже активное выселение, дом был бесхозный, по сути, но теперь там всё-таки вот какая-то жизнь зародилась. Во-первых, там администрация музея и организован такой небольшой зал, посвящённый быту русского такого зажиточного торгового крестьянина вот начала 20-го века. Поэтому это место тоже не пропустите. Вообще-то там такая целая улочка. Она повторяет старое село Коломенское. Вот усадьба Гробовых, пасека, которая рядом расположена, она, кстати, взаимосвязана была с этой семьёй. Это их двор, по сути. Кроме того, там кузница. Там много чего построено или то, что восстановлено. В общем, это очень интересный место, куда, кстати, туристы не часто заходят. Вот это, кстати, да, напоминание нашим слушателям, что Коломенское – это не только те вот знаменитые постройки, о которых знают все, но это ещё и другие, маловозможно известные, да, какие-то здания. Действительно, немногие туда доходят. А вот, кстати, про крестьян Дьякова и Коломенского есть такая тоже, можно сказать, легенда, не легенда, рассказывают, во всяком случае, в музее, что когда дворец Алексея Михайловича разбирали при Екатерине, многие дворцовую фурнитуру забрали крестьяне в свои избы. И вот так, почти до 80-х годов XX века, что-то оттуда, какие-то дверные ручки, ключи сохранялись. Конечно, мы с вами любители киноисторий, о коломенское кино. Это неразрывно связанные вещи. Выставка сейчас проходит в музее. А вот буквально на днях состоялись показы, посвящённые вот как раз тому самому юбилею, о котором мы говорим. Зрители увидели фильм «Юность Петра» и сказ про то, как царь Пётр араб и женил. И вот немного об этом давайте поговорим, вспомним те фильмы, которые снимались на территории музея-заповедника. Да, ну вот о них напоминает эта выставка «Кино Коломенское». Она идёт сейчас в музее. И, конечно, есть фильмы, которые реально снимались. Не целиком, конечно, но частично и узнаваемые эти кадры, они снимались в Коломенском. Речь идёт, безусловно, о диалоге о вот этом продолжении, причём снятом без особого перерыва, в 80-м, в 81-м году Сергея Аполлинарчем Герасимовым, посвящённом вот именно тому сюжету, о котором мы сегодня в «Культурном путешествии» говорим, до петербургскому Петру, что называется, да? Петру раннему, молодому, и поэтому и фильмы называются «Юность Петра» и «В начале славных дел». Я думаю, что многие наши радиослушатели эти фильмы видели. Безусловно, они заслонены были другими, может быть, более зрелищными фильмами. И вот о сказе о том, как царь Пётр Арапа женил. И, конечно, «Россия молодая». Это фильмы более так на слуху, что ли, их больше у них было зрителей собрано. Герасимовским картинам тогда, в начале 80-х годов. Но вот у меня, на самом деле, и ассоциируется образ Петра именно с Герасимовскими картинами. Да, а вот прошествие времени, ведь это очень интересно, что когда они вышли, Сергей Аполлинович Герасимов, да, уже такой маститый, пожилой режиссёр, отношение было в киносреде. Ну что это? Вот какое-то что-то такое будет очень сухое. Многие стали там иронизировать на тему Натальи Кирилловны Нарышкиной, которая играла Тамара Фёдоровна Макарова. По возрасту то совсем не совпадало, если в театре, условном искусстве, да. Это как-то допускалось, но на экране уже очень пожилая актриса играла, в общем, роль, ну, скажем, 40-летней женщины, если брать по историческим хроникам, да, сколько было «Матери Петра». В общем, много было каких-то вот вокруг этих фильмов разговоров. Прошло почти 40 лет, и оказалось, что они произведения искусства, они прекрасно смотрятся. Это, кстати, немножко отходя от темы, опять же говоря, о Герасимове, мы, когда с вами осуществляли культурное путешествие в Ясную Поляну, мы тоже самое рассказывали и о фильме «Лев Толстой», который тогда был принят, не принят, а теперь считается лучшим фильмом о Толстом спустя столько лет. Поэтому вот так вот выдержка времени, время всё показывает, и герасимовские произведения тоже. Так вот, часть картин, а не кадров, были сняты именно в Коломенском. Сергей Аполлинаевич, конечно, хорошо знал первоисточник, потому что эти два его фильма сняты по роману Алексея Толстого «Пётр I». Там есть определённые хронологические расхождения, не довёл он Герасимов, да и не ставил такой цель полностью отобразить, экранизировать все сюжеты, это и не нужно было. Но тем не менее, вот эта вот старомосковская Русь и Россия молодая, что называется, они в этой картине очень хорошо показаны. И, конечно, актёры. Вот Дмитрий Золотухин, да, как-то его карьера дальше не состоялась, кинокарьера он сыграл Петра, причём сыграл не только у Герасима, он и дальше играл, а вот Наталья Бондарчук в роли Софьи. Это же не хрестоматийная Софьи, такая громоздкая, могутная Софья, к которой мы привыкли по знаменитой картине. А это совсем другая Софья, оказывается, она могла быть красивой, юной, но такой же дерзкой, такой же стремящейся к власти, страстной, да. И вот такую роль она воплотила. Меньшиков, конечно, в исполнении Николая Ерёменко. Тогда он был на подъёме, это был как раз период, когда он был, наверное, одним из самых знаменитых советских актёров. Благодаря другим картинам и здесь, в фильмах своего учителя, он сыграл роль Александра Даниловича Меньшкова. И вообще вот эти картины стоит пересмотреть. И когда вы или до, или после путешествия в Коломенское, можно поиграть, мы с Полиной в такую игру любим играть, посмотреть, что было, что стало, где узнаваемое. Поскольку музейное пространство, в общем, мало изменилось, то можно узнать и ворота, и вот въезд Петра, извещённого о смерти своей матери. Вот эти кадры, они здесь рассказывают о Коломенском. Да, вообще на территории Коломенского какие только режиссёры не работали. Это и Сергей Изенштейн, и Вера Строева, и Андрей Тарковский, и Александр Птушко, и Светлана Дружинина, Никита Сергеевич Михалков. Хочу только, наверное, об одном ещё фильме упомянуть. Возможно, о нём вообще мало кто знает, и я не уверена, что много людей его смотрело. Это фильм 1932 года «Николай Экопутёвка в жизнь». Это, собственно, был первый советский звуковой фильм, некоторые сцены. Его были сняты в Коломенском, а картина стала дебютом для Рины Зелёной и Георгия Жёнова. И в 1932 году этот фильм на первом венецианском фестивале получил приз за лучшую режиссуру. Да, и такого рода картин, в которых Коломенская свою роль сыграла, много. Конечно, здесь сказывалось то, что это самая близкая такая, вроде бы, подмосковная пастораль в черте Москвы. Это, конечно, крутой берег Москвы-реки, которую режиссёры сразу заприметили и любили. Это то, что сейчас называют кинематографе в современном, да, удачной локации. Другой разговор, что многие, я об этом читал, слышал, что многие, наоборот, говорили. Ведь Коломенская так узнаваема и в архитектурной памятнике Коломенской не может сыграть Суздаль или не может сыграть Углич или Великий Новгород. Всем будет понятно, что это совсем не то, это именно Коломенская, потому что памятники хрестоматийные всем известны. Но, тем не менее, я ещё хочу дополнить. Здесь снимались мировые звёзды. Например, Софи Ларына, Марчелла Мастрояне в фильме «Подсолнухи» или Шан Коннери и Мишель Пфайфер в картине «Русский отдел». Но мне, Марат, ещё хочется сказать, что скоро мы эфир посвящаем 350-летию со дня рождения Петра I. Это действительно очень масштабные проекты, много музейных разных выставок проходит по всей Москве. То есть для этого необязательно ехать в Петербург для того, чтобы прикоснуться к биографии Петра Великого в том числе. Вот я, например, хочу отметить выставку, которая открылась в Третьяковской галерее. И называется она «Пётр I. Усы Властелина». Вот, казалось бы, да, такая деталь. Вот ей посвящена целая экспозиция, такая вот, с одной стороны, остроумный и очень нетривиальный взгляд на портретное изображение Петра Великого. Выставка открылась буквально на днях, и до октября месяца можно будет это увидеть. И, наверное, ещё один масштабный проект я озвучу. Это проект, который открылся на территории исторического парка «Россия. Моя история» на ВДНХ. Это такой интерактивный, можно сказать, даже иммерсивный спектакль. Да, и в течение 40 минут можно совершить путешествие в эпоху Петра I, и благодаря современным технологиям, возможно, даже принять какие-то решения, которые, может быть, не так, как Пётр I, может быть, по-другому. И, тем не менее, ощутить себя в том времени. Да, Полина, я думаю, вы согласитесь, что Пётр при всей такой своей монументальности, колоссальном вкладе в русскую историю, в том, что он поворот в русской жизни осуществил, всё равно он воспринимается, как вот какая-то очень творческая натура, и, возможно, к этому иммерсивному спектаклю, если бы он был нашим современникам, он отнёсся бы очень даже весело и поддержал бы его. Потому что любое новшество он всегда приветствовал. Да, и вот Коломенское, возвращаясь к нашему сегодняшнему герою, оно как раз-таки очень Петровское место, потому что там как-то вот соединялось и старое, и новое, и XVII век, и его время, и постройки его потомков романовых, уже живших давно в Петербурге, но всё равно воспринимавших как Аколоменское, как свою вотчину. Вот это всё в этом большом-большом музее, здесь всё это можно увидеть, тем более в дни юбилея Петра Великого. Да, ещё я, наверное, порекомендую посетить выставку в историческом музее, который называется «Пётр. Великий. Путешествие в Европу». И есть замечательная выставка в Зале федеральных архивов, такая она документальная, но, например, можно посмотреть на почерк Петра, и ничего там не понять. Но благодаря современным технологиям посетители всё-таки могут увидеть, что же он там писал и какие приказы издавал. Я, кстати, в этом смысле вспоминаю всегда сведения о его завещании, которое он так и не написал, что он написал всего два слова «отдать всё». А его друг, соратник Александр Данилович Меньшиков, когда посмотрел на эту бумажку, говорит, ну, это каракуль, ничего тут ценного нет, и выкидывает эту бумажку в камин. Много разных сюжетов, вот так очень активно, это только в Москве, а ещё и в регионах. Да, но ведь в Москве, нужно сказать, что создано аж две экскурсии по историческим местам, связанным с Петром I, это прежде всего Лефортово, но это естественно. А второй маршрут начинается у палат-бояр Романовых на улице Варварки, через печатный двор оружейную палату, а заканчивается на Большой Якиманке. Такой маршрут тоже можно проделать в эти дни, таким образом отметить юбилей Петра Великого. Спасибо, Марат, большое, мы сегодня напомним нашим слушателям, в культурном путешествии говорили о Коломенском, но не только, эфир посвятили 350-летию со дня рождения Петра I, которая активно отмечается весь этот год, но вот такие основные события происходят как раз в эти дни. Спасибо большое и до новых встреч!